Здравствуйте, я Лера Попова, вы находитесь на официальном канале журналиста Андрея Караулова. И в этой рубрике мы говорим о распространении коронавируса в России и мире. И, конечно, у пандемии есть не только медицинские последствия, но и экономические. Многие организации, многие, точнее, сотрудники организаций, жалуются на то, что стали жертвами сокращений. Более того, дело, согласно инсайдерской информации, уже дошло до вахтовиков. Так, издание УРАРУ сообщает, что в ХМАО «Сургутнефтегаз» намерено сократить число сотрудников, работающих вахтовым методом. Якобы такая задача вообще поставлена в нескольких структурных подразделениях. Кому-то придется сократить персонал на 10%, а кому-то на 30%. Все дело в том, что вахтовиков из-за коронавируса приходится предварительно перед рабочей сменой держать в буферных зонах по две недели. Что, конечно, для компаний неудобно и во многом накладно. А ведь власть регионов и руководители компаний ТЭК предупреждали нас, что выводы во время первой волны пандемии, конечно же, были сделаны. И во второй ни в коем случае не повторится ситуация с заболевшими вахтовиками, сокращениями, ну и уж тем более забастовками. А вот что рассказывают, кстати, сами вахтовики. Ну вы нас поймите. Вот я вам, Вичезар, Дамирыч вам говорит, комедулю можете записать. С 9-го числа не будет зарплаты. Запускаем все в интернет. Я даже думаю, что люди поддержат. И сядем на голодовку, пока вы с вами полностью не рассчитаетесь. У меня трое детей, у меня двое внуков. У меня жена одна работает, понимаете. Дети тоже болотые, им тоже там тяжело. Я помогаю. Вы моих детей не кормите, вы моих внуков не кормите, вы мою супругу не содержите. У меня кредиты, у меня квартплаты и жилейственные квартплаты. У меня ребенок, дети в школу ходят, их надо обуть, а дети и все остальное. Вы понимаете, на дорогу дай, на еду дай, на обед дай. А кто меня поймет, если вы меня не поймете? Я не один, нас тут сотни человек таких стоит. Вот они все стоят и все ждут, чтобы сказать, а я не могу, а мы не можем, я обещаю. Да что я за это? Я вам еще раз говорю, 9 числа не будет денег, мы объявляем голодовку и суем это все в интернет, и вся Россия будет, видите, вся Россия будет знать. А еще сегодня позвоним, на карантин и скажем, что зарплата 2020 года, вы не увидите прилететь сюда, в 2021 году получше, еще не знаем какого месяца. В декабре. На следующий год. Вы зачем так себя ведете? А как вы себя должны вести? Как вы должны? Давайте местами поменяемся, поставьте себя на мое место. Но я там 12 лет прожил, прежде чем... Но тем более, вы должны нас понимать правильно. 12 лет я прожил. И вы 12 лет ежемесячно получали зарплату, ежемесячно получали зарплату. Не было такого отношения ни с кем и нигде никогда. Я первый раз попал в такую контору. Где нам сказали, когда мы сюда устраивались, я уже год с лишним здесь работаю, нам говорили, каждый месяц, еще два раза зарплата, там есть небольшие задержки, недели две, недели две. Ну ладно, я терпел, год протерпел, второй пошел. У меня вот он сейчас позвонил, говорю, а как вот отпуск отпускных, как бы я работаю, а мне как бы... Нет, у нас такого нету, никаких отпускных, не отпускных. Это что за ерунда вообще? Я официально у вас работаю, у меня трудовая, у вас в конторе лежит, все официально. Ничего не вижу, ничего не слышу. У меня семья голодная сидит, если честно. Я вам дать сейчас позвонить, жена плачет сидит. Что, мне разорваться что ли здесь? Ты, говорит, там тебя кормят, да хорошо, это хоть как бы не было, ты там ешь. А мне, говорит, чем детей здесь кормить, говорит. Суть в том, что на днях сотрудники Роснефти пришли в офис подрядчика ООО МК Групп, чтобы поговорить с руководством из-за задержки зарплат. Менеджеры отказались брать на себя ответственность, поэтому диалог с кем-то из администрации провели по телефону. Сколько и за какой период подрядчик Роснефти задолжал вахтовикам, пока неизвестно. Кстати, день ультиматума, который заявляется в ролике, это 9 декабря, уже настал. Мы обсудили с экспертом, как возможно хотя бы на данном этапе бороться с начальством и все-таки выбивать положенные по закону деньги, даже если увольнения избежать не удастся. Я считаю так, что, конечно, ни в коем случае поддаваться на требования, на угрозы работодателя нельзя и не нужно, потому что сейчас установка для судов дана, для правоохранительных органов, в том числе прокуратуры, инспекции труда, пресекать вот такие незаконные требования работодателя на увольнение. Они инициируют иногда, требуют увольнение по собственному желанию любого соглашения сторон. И если они сейчас поддадутся, то работодатель, даже вот как бы с учетом ситуации, да, скажут, ну я же не могу запретить ему уволиться, когда он захотел. Он захотел уволиться, уволился. Я его уволил, я обязана, но уволить, если человек требует. А то, что при этом вот такие угрозы идут, значит, пусть он не поддается. Ни в коем случае поставикам посоветуйте ни в коем случае не писать заявление, ни в коем случае не соглашаться, увольняться по соглашению сторон. Задержка заработной платы по задержкам информировать прокуратуру, инспекцию труда, прямо вот писать заявление, писать коллективные заявления. А здесь в данном случае, если это, пусть они объединяются в профсоюз или приглашают независимых профсоюзов, знаете что, не обязательно федерации независимых профсоюзов, надо туда идти. Хотя можно и туда, и ничего страшного. И федерация защищает больше, даже сейчас активнее. Вот если независимым профсоюзам, им надо много платить, а здесь, короче говоря, дешевле будет. Ну вот таким образом, обязательно, ни в коем случае, это провокация, вызванная, вот действительно, с пандемией, там, надо на удаленку переводить, как в автовиковах, на удаленку. Сейчас новый закон об удаленке приняли, вы знаете, да, подписал, вот, там дается право уволить, если человек не хочет на удаленку. И работодатель может уволить человек, если он отказывается, либо каким-то причинам не выходит на связь больше, чем два дня. Но здесь, получается, по новому закону, вот, для вахтовиков, я сразу говорю, да, что им, конечно, на удаленку их не переведут. Ясное дело, что они так и будут на вахте. Но, смотрите, значит, если при этом им нельзя на удаленке работать, а работать в условиях, которые вот сейчас вызваны с пандемией, то есть они все равно должны быть, да, и нельзя, значит, получается, что работодатель, так в новом законе написано, обязан платить работнику, не менее чем две трети, от тарифной ставки должностного оклада. Ну, вот у них тарифная ставка, какая-то, все равно есть у вахтовиков, точно. Ну, две трети, но это немного, но все равно они будут получать, ну, не меньше, в любом случае размер будет не меньше, чем в различном минимуме субъекте, и это однозначно. Поэтому вот надо соглашаться хотя бы вот так. Ну, а там дальше все деньги, которые задолжал работодатель по причине того, что там доходов нет или чего-то, все равно это потом можно будет отстоять. И через инспекцию, и в суд обращается. Это надо действительно написать исковые заявления. Может быть, даже не коллективный иск это будет, но все равно к одному и тому же несколько человек, к тому тому же судье, может быть, одно исковое заявление от нескольких. То есть по одному и тому же основанию. Это есть такие. То есть им легче будет и нанять адвоката, если надо будет, или самим вот идти защищать себя. А вот я хотела бы еще уточнить, Марина Олеговна, вы сказали, что все равно люди какой-то прожиточный минимум должны получать. Вы имеете в виду это в тех ситуациях, если их на вахту не вызывают, и они находятся как бы в простое, в свободной вахте? Да, 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 по-любому они получат здесь заработную вахту, но они-то запросы должны заявить в орган занятости, что они находятся в простой, не по линии работодателя, конечно. Да, но вот их не вызывают. Но вот в любом случае работодатель платит какую-то часть, если ее не хватает для прожиточного минимума, органы занятости должны будут их взять тоже на учет и доплачивать вот до этого прожиточного минимума. Что удивляться недовольству вахтовиков, если даже медики устраивают до сих пор бунты? Этой информацией поделились с нами наши подписчики. Суть в том, что в женской консультации салаватского роддома 3 декабря произошла словесная перепалка, сейчас вы увидите эти кадры, между представителями администрации и медиками. Причина конфликта – отсутствие ковидных выплат. Ну, в общем-то, смотрите сами. Значит, мы хотели по-хорошему. Прийти совместными усилиями с вами, с вами, с главным врачом, подумать, какие шаги мы могли бы сделать совместно через федеральников, через Минздрав России. Вы не хотите нормального диалога, как я вижу с вашей действием. Я не хотел этого, поверьте богу. Я не хотел этого. Потому что вы ваши действия привели, я не хотел этого делать. Но нам это придется делать. Вот у нас, вот извините, пожалуйста, вот в администрации, да, у нас вся гинекология переболела этим ковидом. Тяжеленные были больные, это самое, сотрудники, да, сейчас им предлагают, предоставьте, пожалуйста, больных, которые у вас здесь были. У нас ни один анализ цитовал, не брался. Нам никто не давал ни одного реактива. Не разрешали брать анализы. Сейчас вы не хотите выплачивать. Как мы должны, это самое, не возмущаться? Напротив, вас же просят подтвердить, что... Чем мы должны подтвердить? Вы же не давали нам власть, вы не давали нам власть. Вы мне не даете ответить. Почему мы вам дадим ответить? Вы же вот как раз в целях страховой выплаты, в которой предусмотрены указы президента, 68 тысяч. Необходимый подвергший документ собрать и сдать. Какие документы? Вы знаете? А вы знаете, как процедура выглядит вообще? Вы не компетентны юристы? Нет. Вы знаете, как процедура выглядит по 313 указу? В больнице должна подать экстренное сообщение. Это не 313. И ПИД расследование провести. А какой? Никто ничего не походил. Класс номер 313. И предиспоряжение провести номер 1272-Р. В больнице должна подать экстренное сообщение от заболевания работника, провести ПИД расследование, составить справку и подать ее в ПСС. Ну если здесь такие... Сотрудникам ничего подавать никому не надо. Вот посмотрите, что нас заставляли. Собирайте и так далее. Я заразился на работе, заразил свои семьи руки. Кому я что должен доказывать? Кому я что должен доказывать? Я на работе заразился. Антон Евгеньевич, ну если здесь такие юристы, если глава юридической службы здесь такой, что даже элементарные приказы не за это вообще какой-то бред. Запрещали брать анализы нам. В августе, в сентябре не давали. Запрещали. Главный врач... Все, нам говорили, что нет у нас якобы этих расходных материалов. У нас нет расходных материалов. А вы заражаетесь так. Правильно, теперь все переболели. И никто доказать ничего не нужен. Среди домах там возил. Там все болеют, у нас в роддоме никто не болеет. Спросите, сколько врачей поднимали этот вопрос, чтобы мы там инспусть делали. У нас идет вспышка за вспышкой, начиная с августа. Смотрите, я вот заболел 29 августа. Муж врач-акушерки Николаев. Его никто на карантин не отправил почему-то. Мы в одной семье живем. Мы с ним сидим рядом. Они заболели. Они в азинаторском месте. Заболели у нас еще акушерка. Пошла вспышка. Никого. В результате мысли Глеби. Никого не осталось вообще без врачей. Если вы хотите предложить тему для нашей редакции, то, пожалуйста, пройдите в описании, и там вы можете найти контакты для связи. На этом у меня все. И большое спасибо, что остаетесь у нас на канале. Продолжение следует...